Всем привет! В эфире Эднографика и сегодня мы продолжаем серию выпуска под названием Черноморский фронтир, посвященную истории возникновения поселений на Черноморском побережье Западного Кавказа, о том, какая у них черкесская или быхская предыстория и о том, как потом сменилось это население во время колонизации и как возникли эти поселки в связи с нахлынувшими новыми поселенцами второй половины девятнадцатого века. Итак, наш путник в прошлый раз остановился в селении Головинка в устье реки Шахэ. Сегодня мы скажем об черкесских поселках, шапсувских, в долине реки Шахэ и отправимся далее на запад до середины Лазаревска. Выше по реке Шахэ от Головинки находятся два крупных черкесских аула сегодня или адыгских и шапсувских. Все это будет одинаково верно звучать. Это Большой и Малый Кичмай, самый восточный на сегодняшний день аула адыгок на побережье. Большой и Малый Кичмай, мы о них уже кратко упоминали, когда говорили про селение Лесное в одном из выпусков. Дело в том, что жители, прежние жители, не все, но часть из коренных кичмайцев когда-то жили до Кавказской войны, выше по течению этой реки Шахэ, в том месте, где в Шахэ впадает речка Кичмай или Кичмайка в других источниках. И вот та часть жителей, которая ушла в горы, там партизанила после окончания Кавказской войны и постепенно спустили в селение Лесное. Вот как только Лесное освободили от ограничений по проживанию в 1876 году, то эти оставшиеся на своей родной земле адыги, хакучи их называли, по имени одной из общин, где они скрывались в горах, вот они передвинулись дальше на запад, и вот одна из таких групп основала в итоге Большой Кичмай. Большой Кичмай изначально находился там, где центральная часть, постепенно на другой стороне реки появилось еще небольшое поселение, которое в советское время разрослось, и оба поселения тогда разделили на Большой и Малый Кичмай. На подъездах к Большому Кичма есть поселок Ахинтам, мы тоже о нем уже упоминали. Дело в том, что понятно, что там был переселенческий поселок в советское время, но до этого, конечно, там жили и часть кичмайцев. И с Ахинтамом связана вот эта история, что здесь якобы останавливалась священная корова Ахына, которую мы уже упоминали. Здесь, по легенде, погиб великан Ахын, которому посох во время сна подпилил князь, чью дочь этот Ахын насильно взял в жены. И он якобы утонул, перепрыгивая через реку, опираясь на посох в этом месте. Считается, что в этом же месте находилось большое священное дерево, под которым произошла битва с драконом Блягожем, запрудившим реку, у героя из рода Мугу, который убил это зложное существо, но вот хлынувшая из его горла кровь, затопило все вокруг, и герой погиб, утонул. Так вот, Ахинтам, дальше большой кичмай. И за большим кичмаем находится знаменитое местечко Тридцатый водопадок, куда туристы часто приезжают. Там по пути есть и камень родовой, и фамилия Мугу, которая сегодня в ауле не представлена, но в основном в Адыгее. Но в Мугу, наверное, всем известный певец есть, Айдемир, который написал песню «Черные глаза». У большого кичмая есть определенная особенность. Он наиболее туристический из всех аулов на побережье. Такая специфика родилась еще в советское время, когда жители аула в санатории стали поставлять разные продукты, питание, мед, каштаны, фундук. И постепенно в 90-е годы начали заниматься в частных руках чаем оставшимся на побережье, чайными имплантациями, те, что не взросли. И расчистили вот эту долину Тридцатых водопадов, урочище, ущелье, куда стали привезти туристов. На сегодняшний день большая часть населения аула живет на туризме, так сказать, который здесь процветает буквально с ранней весны до поздней осени. Диаспора дополнительно открыла это местечко для себя. Тоже сюда активно приезжают. Это очень известное такое туристическое место со своими определенными общественниками, с реконструкцией традиционной веры и религии. Также здесь проходят часто летом вечерки. То есть это танцевальные мероприятия в больших таких залах, специально оборудованные для этого со сценами. Кичмай еще особенно тем, что там много следов древности. То есть во многих дворах старинные камни, какие-то могилы на склонах. И даже керамический водопровод, который хранится в музее школьном сегодня. То есть это показывает то, что там было крупное старинное селение черкесское с давних пор, оно очень богатое было. И вся эта история сохранилась. Что касается самого названия, то есть разные версии, наиболее распространенное, что кичмай – это запах кузни, кичмай. В прошлом бытовало еще название для большого и малого кичмая как теневое место или солнечное место, или большая шахе, малая шахе. Вот так вот. Малый кичмай находится через мост побережья в Головинке на другой стороне реки Шахе. Там она небольшая, эта долина сама по себе небольшая. Раньше через речку напрямую ходили, когда позволяла вода, уровень воды. И сегодня это прям противоположность большому кичмаю. Это тихий, спокойный аул такой с размеренной сельской жизнью. С него хороший вид открывается на большой кичмай, а из большого на малый хороший вид открывается тоже, хотя туристы туда намного реже заезжают. И в малом кичмайе сегодня находится одна из крупных конюшен, старых на побережье Шагди, где фанаты своего дела, конезаводчики разводят лошадей, катаются на них детишки, катают туда. Конечно, там большие скачки и соревнования не устроишь, очень маленькое пространство для этого. Но в горы покататься на лошадях можно, так что вы можете заезжать смело и обращаться к ребятам на конюшен шаги. И далее мы отправляемся дальше на запад, в сторону Лазаревского. Здесь поселков не так уж много по пути, потому что местность очень изрезанная, такая горная, равнинная. И, естественно, пространства не очень много. Здесь встречается наибольшее количество мест, которые в своем названии содержат слово «щель». Ну, то есть вот этот вот небольшой ручей, который выходит к морю среди скалов, который мы обычно называем «щелью». Итак, после Головинки, мы уже упоминали, там матросская щель как часть Головинка сегодня. За Головинкой самая первая – это Глубокая щель, которая в прошлом носила название Янукопсе, по фамилии, естественно, адыгской, которая там проживала, речка Януковых. Как и все населенные пункты на территории Большого Сочи, мы называем это поселок условно поселком, потому что с 61-го года, по сути дела, это все микрорайоны Большого Сочи. Такая вот странная география, такая местная. Глубокая щель, после того, как после Кавказской войны отсюда ушли адыги, она долгое время пустовала, и только аж в 1917 году, вот прямо накануне революции, появились здесь первые поселенцы. Далее к западу от нее находится зубовая щель поселения. Положено оно в долине речки Чемито-Куваджи, в которую впадает река Чемид, давшая ей название. Связывает ее обычно с адыгским родом Чемид или Чермид, который встречается сегодня в Адыгее немало. Само название Чемито-Куваджи – это искаженность адыгского Чермид-Куваджи, ну то есть долина рода семьи Чемид. Это был богатый род, который содержал виноградники, тутовые деревья на своей территории. И через реку их проходила богатая торговая тропа, которая ввела в верховье реки Псузуапсе, на перевалы, на северный склон, к Шахе и дали на равнины. Вот после Кавказской войны долгое время эти сады стояли заброшенными. И в 1871, в 1862 годах эти земли достались, по одной из версий, полковнику кавказского батальона Зубову, который пригласил сюда крестьян из грузии на Меретин и попытался вот эти сады освоить. Эти виноградники, тутовые деревья, винодельческое хозяйство. Виноделие это строилось, естественно, на местных сортах. Местные жители частенько находили прям глиняные кувшины для вина, квери, как в Грузии их называют, в земле. То есть, что говорило о том, что здесь прошлые жители, шапсуги, делали вино, которое хранили в земле. Однако Зубов оказался не очень порядочным владельцем. От крестьянской темы, видимо, был далек, как и от виноделия. Поэтому не удалось ему развить нормальное хозяйство. Оно оказалось в итоге заброшенным. И в самый последний год 19 века его Зубово выкупил граф Шереметьев Александр, который обустроил здесь более классическое хозяйство. И само это поселение под названием Зубово щель появилось только в начале 20-х годов. Ну, по всей видимости, граф Шереметьев не сильно много появлялся в этом хозяйстве. А по старой привычке все помнили, что это Зубово владение. Поэтому и Зубово щель стало называться поселением. Но это уже период после революции 1920-й год. Жили в этом поселении армянские переселенцы, амшенцы из Турции, которые занимались здесь табачным делом, табачной плантацией. То есть на месте уже бывших садов, вырубленных под плантацией. И постепенно название Чимитакуваджи прижилось к довольно обширной территории, к западу от селения на побережье, на весь этот жилой район. Еще далее к западу расположилась еще одна щель, Каткова щель, поселение, которое расположили в долине речки Чухукт. Насчет речки есть мнение, что это производное от адыгского рода Чух или Цух. Другой версии можно перевести с адыгского как Воловья Балка. В 1872 году земли в этом урочище, опустевшем также после Кавказской войны, приобрел Михаил Катков, редактор журнала «Русский вестник» и газеты «Московские ведомости», приобрел он их после того, как их долгое время неудачно пытались продать с государственных торгов. Такое выборочное имущество какое-то получилось. Толковое хозяйство завести Каткова не получилось. К концу 19 века он просто забросил его, потому что труднодоступное было все-таки, сюда приезжать часто не наездишься. На его территории остались жить те работники, которых он нанял, которые просто кто-то выкупил, кто-то просто продолжал давать эту землю. Это в основном были те же самые грузины и меритины, несколько греческих семей и славян. И в ранние советские годы им полностью передали эту землю, этим крестьянам, с образованием поселка Катковского, а потом Каткова сократили название. Но в ранние советские годы большинство его жителей предпочти разъехаться. Осталось несколько русских семей, и потом сюда еще присоединились гидимы греки. Далее к западу от Катковой щели мы встречаем на речке Годлик довольно крупное поселение Волконка, состоящее из некоторых таких участков. В частности, нас интересует ВВС, или как я его называю, BBC, поселок, при бывшей военной части. Примечательное это местечко тем, что там сохранилось на высоком таком обрыве большая крепостная стена, огромный ее кусок этой стены. Это византийская крепость раннесередневековая, Годлик, ее в другом очереди Такуаджи зовут, или Бату, но это по последнему именно турецкому османскому периоду. Крепостью владели византийцы, ее построили, потом ее в 14 веке перестроили генуэсты, итальянцы, торговцы, которых фактура здесь была. А позже уже османы турки захватили ее, то есть она была преобразована в крепость Бату. И вот в таком виде она продержалась примерно до 18 века, с чего была заброшена окончательно. Это лишь большой участок восточной стены, который сегодня сохранился с башенкой. Его сейчас как раз неплохо почистили, можно прогуляться, прикоснуться к этим старинным камням. Напротив построена церковь святых страста терпцев деревянная. Хотели каменную, но не хватило денег у прихожан, получилось. И вот они решили ее все-таки деревянной сделать. Стоит прямо напротив стены. В 1864 году в марте здесь произошло последнее крупное сражение Кавказской войны, когда убыхская молодежь, подогреваемая такая вот амбициями, какими-то фанатичными такими утверждениями, она в отсутствие серьезных лидеров просто нахрапом накинулась на крупный отряд российской армии Герела Геймана, двигавшийся в сторону Сочи. И, естественно, проиграла, потому что, в принципе, там несопоставимое было количество и людей, и техники. И получилось, что в результате этого его поражения убыхи окончательно сдались. То есть упадок произошел моральный. После возвращения оставшихся живых в Сочи и убыхские лидеры вынуждены были пойти на принятие ультиматума и покинуть родину навсегда. После войны эти заброшенные местечки вместе с этой крепостью выкупили князья Волконские. По всей видимости, именно от них Волконка получила свое название. Поселок здесь с таким названием возник также только в первые советские годы. Основное его население составляли армянские переселенцы, которые занимались выращиванием табака и несколько русских украинских семей. Ну и в западу от Волконки нас встретит последнее на нашем пути поселение Салоники. На пути к нему встречается водопад под названием Чудо-красотка. Такое местечко урочище с водопадами красивыми. Туристы туда приезжают. И оба названия Салоники и Чудо-красотка связаны с именем владельца бывшего этих земель до революции отставного военного старшины Афанасия Саляник Красы. Обе части фамилии которого вошли в название и того и того местечек. До Кавказской войны на этой территории проживал крупный род адыгский под названием Цуз. Отсюда и название местной речки Цуз-квадж. Цуз-хвадж. То есть это опять же искаженно от Цуз-кваджа. То есть дальнее рода Цуз. Так же как и первые владельцы этих вот территорий он тоже пытался Саляник Краса тоже пытался заниматься виноградарством потому что там находились вот эти вот тутовые и деревья виноградники обширные сады оставшиеся от прежних жителей. У него тоже ничего особо не получилось с этим и он постепенно продал эти земли. Разные данные представляют но вот одна из версий говорит что выкупили князь Питкенштейн отставной лейтенант капитан Сергей Поля о котором мы уже говорили селение Сергей Поля под Сочи некая почетная гражданка Легунацкая но опять же и не факт что это эти сведения верны. И позже его основное вот это имение которое называлось чудо-красовкой в советское время переначали перекривляли так скажем в чудо-красотку. Рядом стоящее селение Солоники изначально называлось Соляники тоже по фамилии напрямую и было переименовано еще в конце 20 века здесь переселением сюда обширной группы понтийских греков которые на свой манер переначали название назвав Солоники в честь крупного греческого горла на севере Греции с такой Солоники на этом все в следующем выпуске мы отправимся в Семьи Лазаревское прокатимся по долине реки Пзуза Апсе поговорим о ней и о поселениях на ее территории вы же подписывайтесь ставьте лайки не забывайте нажимать на колокольчик чтобы получать свежие уведомления о новых видео на канале также буду рад увидеть вас в числе спонсоров этого канала о том как поддержать его на Патреон или в Ютуб можете посмотреть по ссылочке в описании внизу ну или просто нажать на спонсировать кнопочку под этим видео ну и на этом все до новых встреч всем пока Субтитры сделал DimaTorzok